Сначала для всех я просто должен сформулировать, что же такое малая теорема Ферман-М. Иначе вообще непонятно, что вы знаете, что вы знаете. Итак, малая теорема Ферман-М. То есть, хоть она и малая, но она очень-очень-очень важна для теории числа. Звучит она следующим образом. Если П простое, если П простое, если при этом Х не делится на П, то Х в серебине П-1 дает остаток 1 при делении на П. Если возбудишь ненулевое по модулю П число в П-1 степени, то остаток будет равен единице. Давайте посмотрим, каким образом можно использовать эту самую малую теорему Ферман для доказательства вот этой нашей теоремы. А вот каким образом? Смотрите. Что значит П сравнимо с тремя по модулю 4? Это значит, что П это 3 плюс 4n, где n какой-то целый айтен. отрицательное число. Замечательно. Предположим, что теорема не верна. Что значит теорема не верна? Значит, Х квадрат плюс 1, где Х не в 3 целое число, делится на П. Хорошо. Х квадрат плюс 1 делится на П. Давайте подумаем, что это значит в смысле сравнения. А значит, это следующее, что Х квадрат сравним с минус единицей по модулю П. Потому что, что такое Х квадрат плюс 1 и 9 стопатичь? Х квадрат плюс 1 сравним с нулем. Соответственно, единичку вычитаешь, Х квадрат сравним с минус единицей. Замечательно. И вот сейчас нужно каким-то способом, чтобы у меня появилось выражение Х в П минус первой степени. Но для этого надо просто понять, что такое П минус 1 П. П минус 1. Если П это 3 плюс 4, это сколько будет? 4. 2 плюс 4, согласны? Отлично. П минус 1 это 2 плюс 4, n. Вопрос. В какую степень надо возвести обе части этого сравнения, чтобы Х оказался бы вот в такой степени? Вот здесь он в квадрате, а мне он нужен в какой степени? 2 плюс 4n. Значит, это Х квадрат в какой степени? В 4n. Нет. 1 плюс 2n. Конечно. Это 1 плюс 2n. Если я хочу получить 2 плюс 4n множителей, то я должен их разбить по парам, и парам будет 1 плюс 2n. Отлично. Так значит, в какую степень я буду возводить это сравнение? Вот в этом. В степень 1 плюс 2n. А это нечетно число. Значит, у меня получается, что Х в степени 2 плюс 4n сравнимо, я вас ввожу в это, в степени 1 плюс 2n, сравнимо с минус единицей в степени 1 плюс 2n по модулю П. Ну, господа, вообще это же противоречие. Потому что вот здесь у меня стоит в точности П-1. Я написал П-1. Но если П-1, то по малой теореме Ферма это будет что? Единица. А здесь у меня стоит минус единица. А может единица быть сравнима с минус единицей? Не может. Не может. Значит, собственно, все, теорема доказана. Вот. Повторяю, это было для тех из вас, кто знает, что такое малая теорема Ферма. Ферма.